Девушки отдыхают Где были родители, когда дети гибли в огне? Новые подробности о трагедии в поселке Афонина. Правила аренды. Как грамотно сдать свои апартаменты гостям предстоящего чемпионата мира по футболу? Срочная помощь. Врачей в Нижний доставили мужчину, обгоревшего при взрыве газа. Авария со скорой помощью. Почему машина неотложки оказалась на обочине дороги? А еще продается готовый бизнес. Сколько стоит купить в Нижнем Новгороде? Дело по душе. Свою работу в эфире продолжает служба новостей город. Я, Дмитрий Сорокин, приветствую вас. Переходим к новостям понедельника и минувших выходных. Спасались сами, пока трое детей горели заживо. Следователям стали известны страшные подробности трагедии, которая произошла 9 февраля в Кстовском районе. Напомню, рано утром в одном из домов поселка Афонина произошел пожар. Возгорание случилось в квартире, в которой проживала неблагополучная семья. По словам соседей, предполагаемые виновники пожара, молодые мужчины и женщины злоупотребляли спиртным и вели разгульный образ жизни. Семья состояла на учете в органах опеки. Сотрудники ведомства даже изымали детей у нерадивых родителей на три месяца. Местные жители не раз видели, как горе-мать оставляла коляску с маленьким ребенком в магазине и уходила гулять, в то время как ее старшие дети 2012 и 2013 годов рождения в мороз ходили по улице без верхней одежды. Как стало известно позднее, отец младшего ребенка состоял на учете у психиатра и увлекался азартными играми. Однако после того, как детей забрали в Центр социальной реабилитации, мужчина взялся за ум, восстановил паспорт, устроился на работу и даже сделал в квартире ремонт. Но, видимо, тяга к спиртному оказалась сильнее любви к сыновьям. Кстати, трагедия, связанная со смертью детей в этой семье, не первая. Несколько лет назад у 23-летней женщины от кишечной инфекции умерла дочь. Больного ребенка к себе взяла бабушка, но к медикам за помощью не обратилась. Нерадивые родители сейчас находятся под следствием. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В отношении сотрудников органов опеки, которые вернули детей в семью, ведется проверка. Трагедия в Подмосковье, где 11 февраля разбился самолет Ан-148, не оставила равнодушными нижегородцев свои соболезнования родственникам погибших, высказал глава региона Глеб Никитин. Он отправил телеграмму главе Оренбургской области Юрию Бергу. Правительство Нижегородской области и все нижегородцы потрясены известием об авиакатастрофе, унесшей жизни всех пассажиров и членов экипажа самолета Ан-148. Тяжело осознавать и принять, что в один миг оборвалось столько жизней, разрушилось столько судеб и надежд. Мы глубоко скорбим вместе с вами. Я напомню, пассажирский самолет Ан-148 саратовских авиалиний, вылетевший из Москвы в Орск, разбился в Подмосковье днем 11 февраля. На борту находился 71 человек, выживших нет. Большинство это жители Оренбургской области, нижегородцев среди погибших не было. Теперь к другим темам. Федеральное министерство спорта требует от застройщика стадиона Нижний Новгород неустойку из-за срывов срока сдачи объекта. Подробнее об этом и не только далее в рубрике «Короткой строкой». Спонсор рубрики «Короткой строкой» – трактир «Рыжая Сара». Напомню, к настоящему времени на стадионе выполнены все строительно-монтажные работы, уже завершается чистовая отделка. Тем не менее, Министерство спорта России не устраивает сроки выполнения работ. Ведомство намерено получить от застройщика неустойку в размере полумиллиарда рублей. Отмечу также, что подача исков и возможное судебное разбирательство не повлияют на конечные сроки выполнения работ. Кстати, Минспорт намерен взыскать неустойки застройщиков стадионов к чемпионату мира в еще шести городах. На праздники в любую из двух столиц. В выходные дни февраля и марта между Нижним Новгородом, Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать дополнительные поезда. Из северной столицы в Нижний Новгород проще будет уехать 24 февраля, 7 и 10 марта. Обратно – 25 февраля, 10, 11 и 12 марта. Дополнительные составы до Москвы и обратно отправятся 7, 10 и 11 марта. Четвертое – в городе. Платная парковка на площади Горького начала работать в штатном режиме. Стоянка рассчитана на 54 автомобиля, стоимость услуги – 50 рублей в час. Как заявили в департаменте транспорта и связи, в ближайшее время открытие новых платных парковок не планируется. К чемпионату мира обустраивать такие стоянки тоже не будут. Нижний Новгород вошел в топ-10 самых романтичных городов на День влюбленных. Проживание и питание в столице Приволжья на двоих в праздник обойдется туристам в сумму менее 3000 рублей в сутки. В рейтинге наш город занял восьмую строчку. Опередили Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Сочи, Ялта, Казань, Екатеринбург, Москва и Ярославль. Сдаю квартиру на время чемпионата. В разделе «Недвижимость» объявления такого характера в последнее время набирают популярность. Сотни нижегородцев готовы временно сменить жилье и пустить в свой дом незнакомцев. Для многих это неплохая возможность заработать. Ростуризм выпустил памятку для собственников жилья. Предупреждают, чтобы обезопасить свой дом и имущество, зарегистрируйте гостей и не забывайте о налогах. Екатерина Вологина узнала, стоит ли вообще заниматься вот всей этой бумажной волокитой. Это наша основная комната, гостиная, где у нас есть все необходимое для отдыха, поскольку гостиная, телевизор, кондиционер, даже есть велотренажер. Если вдруг спортсменам нужны формы прийти после трудного чемпионата, после матча. Диван, кухня у нас соединенная с гостиной, тоже очень удобно. Сразу просматривается все и можно контролировать, что происходит. Тоже со всей техникой, с холодильником, чайником, посудомоечной машиной, поскольку иностранцы к этому точно привыкшие. Я точно знаю, что плюс большой. Почувствовать себя дома в России. Но главный бонус для будущих квартирантов – шаговая доступность стадиона. Екатерина Андрианова не скрывает – пустить сюда гостей на время чемпионата мира по футболу – отличный способ заработать. Двухкомнатную квартиру семья собирается сдавать за 70 тысяч рублей в сутки. В подарок болельщиков встретят в аэропорту. За отдельную плату Нижегородка даже готова провести экскурсию по городу. А вырученные деньги семья потратит на ремонт и погашение кредита. Мне интереснее, конечно, чтобы это были иностранцы, поскольку все-таки я знаю иностранный язык и я люблю общаться с ними. Мне это интересно. И, соответственно, они готовы платить эти деньги, поскольку для них это не является такими большими деньгами, как, например, для российских болельщиков. Три недели, пока идут матчи, придется провести в деревне. Впрочем, молодая семья все равно планировала поехать отдыхать. Никаких других препятствий пустить квартирантов нет. Приедут они на несколько дней, но единственное, что помоются в моей ванной. Существует очень много средств, которые это все очистят, продезинфицируют и так далее. Семья Андриановых на всякий случай свою квартиру уже застраховала. Специалисты Ростуризма нашим людям советуют не только составлять договор аренды, но и делать опись имущества. Это позволит избежать возможных конфликтов, связанных с порчей имущества. А вот что нужно сделать обязательно – это зарегистрировать гостя, как это требует миграционное законодательство. У любого лица семь дней на подачу указанного заявления с момента въезда на территорию России, либо с момента изменения места жительства на территории России по месту пребывания. Собственно, уведомлять участкового, если имело место быть обращение в миграционные органы с целью регистрации как российского гражданина, так и иностранного гражданина, неважно, визовый он или безвизовый, не требуется. На время проведения чемпионата мира расположение элитного жилья изменится. Теперь таковым будет считаться не центр города, а то, что рядом с главной футбольной ареной. К примеру, этот жилой комплекс. До стадиона здесь рукой подать, как определяет навигатор, всего 700 метров. Это всего 8 минут пешком. Цены на мещере варьируются от нескольких десятков – тысяч до миллиона. К примеру, для гостиниц установили порог. Наценка на номера на время Мондиаля не может превышать 70% от обычной цены. Для собственников квартир таких ограничений нет. Но в этом случае чрезмерное завышение цен может пойти против собственников квартир. Чем выше, тем больше поводов не воспользоваться предложением. Впрочем, владельцы квартир в любом случае должны будут заплатить налоги от этого дохода. И не забудьте главное – достойно встретить гостей футбольных болельщиков. Екатерина Вологина, Константин Кузнецов, Служба новостей «Город». МФЦ для бизнеса. Глава Нижегородской области Глеб Никитин проверил, как работает многофункциональный центр для предпринимателей и какое количество услуг им доступно. В настоящее время в центре работают 10 окон приема заявителей. Предприниматели могут получить более 70 услуг при открытии своего дела. Кроме того, в МФЦ работает услуга подключения к бесплатному онлайн-ресурсу для тех, кто хочет открыть или расширить свой бизнес. С его помощью предприниматели смогут рассчитать примерный бизнес-план, найти, где взять кредит и оформить гарантию, узнать о мерах поддержки малого бизнеса, подобрать в аренду помещение и получить консультацию. Отрадно, что наши жители уже преимущество МФЦ оценили. Теперь наша задача, чтобы индивидуальные предприниматели не оказывались в той же самой очереди и чтобы для бизнеса были созданы специальные условия. В настоящее время во всех районах области действуют 63 МФЦ. В 2017 году в них было оказано порядка 2,5 миллионов услуг. Это в два раза больше, чем пару лет назад. Хоккеисты «Торпедо» пригласили к себе на тренировку подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. Для ребят устроили настоящий спортивный праздник с показательной игрой, подарками и фотосессией. Все, ребят, приятно. Пулачки, пулачки. Познакомиться с кумирами лично и вживую посмотреть, как они отрабатывают хоккейные навыки, выпадает шанс далеко не каждому. Смотрю, каждый матч еще ни одного не пропустил. Хотел сфотографироваться с первым номером Геннадий Столяров, у меня с ним получилось сфотографироваться. Впечатление неизбываемое. Запомнил надолго. Помимо ярких эмоций и впечатлений, ребята получили и памятные сувениры шайбы с автографами хоккеистов. Кроме того, у подростков есть шанс взять еще один главный приз – клюшку Егора Дугина. Ее разыграют на соревнованиях на Бару. Кстати, и гости приехали на тренировку не с пустыми руками. В качестве подарка они вручили хоккеистам торпеда елочный шар с изображением дублера Борского моста. Спасибо за вашу поддержку. Мы будем стараться. Все, что можно и невозможно делать, чтобы как больше и чаще вас радовать. Дарить хорошее настроение. О новостях спорта подробнее поговорим во второй части нашего выпуска. А сейчас о Масленице. Итак, этот самый веселый и самый длинный народный праздник стартовал в понедельник. Ну а второй день народных гуляний называется «Заигрыш». Ну и по названию понятно, что в этот день нужно было повеселиться. Особенно этот день был важен для молодых. Парни присматривали себе невест, а девушки определялись с женихами. Взрослые и дети шутили над холостяками в игровой форме, напоминая им, что пора уже найти себе пару и строить семью. А вот вместо ответов на колки и шутки следовали угощения блинами. Блинами же заставлялись столы на смотринах невест, часто в качестве начинки использовали красную икру. В этот день две семьи объединялись в одну. Молодых и парней родители приглашали кататься со снежных горок. В такой веселой и непринужденной атмосфере родственники жениха и невесты знакомились и обсуждали будущую свадьбу. Также с горок катались молодые семейные пары. Весельем они привлекали в семье счастье. В группе Первого городского телеканала ВКонтакте мы спрашивали, блины с какой начинкой предпочитают нижегородцы. И вот большинство, а это чуть больше 40% проголосовавших, любят традиционное масленичное блюдо со сгущенкой, вареньем, медом и другими сладкими начинками. 30% опрошенных предпочитают сытные блины с мясом, с рыбой или икрой. Почти 20% участников опроса по вкусу приходится лакомство с творогом или сметаной. 7% любят блины без начинки. И только 2% опрошенных вообще не едят традиционное для масленицы блюдо. Сейчас мы ненадолго прервемся, и вот о чем пойдет речь далее в нашем эфире. Срочная помощь врачей в Нижний доставили мужчину, обгоревшего при взрыве газа. Авария со скорой помощью. Почему машина неотложки оказалась на обочине дороги? А еще продается готовый бизнес. Сколько стоит купить в Нижнем Новгороде? Дело по душе. В эфире Первого городского телеканала «Служба новостей города» и мы продолжаем. В Нижний Новгород в срочном порядке доставили мужчину, пострадавшего при взрыве бытового газа в Чечне. На операцию его привезли спецрейсом. ЧП произошло в селе Верхний Найбер Шалинского района республики. Мужчина 85-го года рождения получил сильнейшие ожоги и оказать квалифицированную помощь ему могут только нижегородские врачи. Накануне спецборд МЧС приземлился в аэропорту Стригина. Для решения поставленной задачи прибыл самолет «Сухой суперджет» МЧС России с бригадой врачей отреда «Сентроспас», специалистами Минздрава Российской Федерации, психологом МЧС России. На борту самолета комплект необходимого оборудования, медицинские модули. Полет прошел в статном режиме. За время полета состояние пострадавшего мужчины не ухудшилось. Из аэропорта его прямиком доставили в Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр. Жестокое убийство совершил житель Семеновского района. Мужчина заживо сжег свою любовницу. Пьяный злоумышленник вывез 29-летнюю возлюбленную на берег реки Керженец, где облил ее бензином и поджег. Потерпевшая скончалась от ожогового шока. Тело погибшей местные жители обнаружили на следующий день. По основной версии именно внебрачные отношения фигурантов дела и послужили поводом для убийства. Ну а мужчина сейчас заключен под стражу. О других преступлениях в Нижнем Новгороде и области расскажем в рубрике «Место происшествия». Жуткое ЧП в Нижегородском районе. Машина взорвалась прямо на ходу. Происшествие на Казанском шоссе запечатлело регистратор одного из очевидцев. Оказалось, что взрыв произошел из-за утечки газа. По словам очевидцев, внутри машины находился газовый баллон. Водитель получил ожоги и был доставлен в больницу. Легковушка сгорела возле заправки. Пожар произошел вечером на Северном шоссе на подъезде к Дзержинску. Автомобиль вспыхнул моментально, и пламя быстро охватило всю машину. Очевидцы сразу вызвали на место ЧП пожарных. Пожар потушили быстро. К счастью, никто не пострадал, и пламя не успело перекинуться на автозаправку. Грудной ребенок пострадал при столкновении двух машин в поселке Новинки. Водитель Кеа, выезжая из прилегающей территории, не предоставил преимущества в движении и столкнулся с ВАЗовской шестеркой. Маленькая девочка, пассажир отечественного авто, находилась в специальном кресле на заднем сидении. Однако травм все равно не удалось избежать. О других происшествиях на дорогах расскажем в рубрике «Регистратор». Спорное ДТП с машиной скорой помощи случилось на улице Циолковского. Водитель неотложки решил проехать между двумя рядами машины. В это время автомобилист из легковушки стал перестраиваться и вильнул влево. Произошло столкновение. Мнения очевидцев относительно виновника данного ДТП разделились. Шесть человек пострадали в ДТП на проспекте Гагарина. Авария случилась вечером. Водитель автомобиля «Датсун» не справился с управлением, вылетел навстречу и врезался в «Ниссан». Пострадали водители пассажир из «Датсун», а также четверо пассажиров второй японской иномарки. Массовая авария произошла на московском шоссе в районе остановки «Октюбинская». Столкнулись четыре легковых автомобиля. Очевидцы терялись в догадках относительно того, как это могло получиться. К счастью, обошлось без пострадавших. Столица Приволжья по итогам прошлого года стала 12-й среди миллионников по количеству проданных компаний и 14-м городом по стоимости бизнеса. Об этом и не только расскажем далее в обзоре финансовых новостей. Купить себе бизнес по душе и так, чтобы он приносил доход, в Нижнем Новгороде можно в среднем за 317 тысяч рублей, что почти втрое дешевле, чем в целом по стране. Самое дорогое дело связано с производством. За обладание таким бизнесом нужно было раскошелиться в среднем на 850 тысяч рублей. Стоимость компании в сфере услуг составила 460 тысяч рублей, а развлекательных – 350 тысяч. Максимальная цена готового пришлась на молочный завод. Его владелец запросил 68 миллионов рублей. На втором и третьем местах расположились отели стоимостью в районе 5 миллионов рублей. Замыкают пятерку компании сферы торговли и услуг, владельцы которых продают свой бизнес за 2 миллиона рублей. Если более 10% или более 100 работников компании трудятся неофициально, то такую организацию следует лишать налоговых льгот. Об этом заявил депутат Государственной Думы Олег Шейн. В пояснении к инициативе говорится, что сегодня в России зарплаты в конвертах получают от 25 до 35 миллионов человек. В результате фонды социального и медицинского страхования, пенсионный фонд и местные бюджеты ежегодно недополучают около 4 триллионов рублей. При этом налоговые льготы ежегодно предоставляются на сумму 9,5 триллионов рублей. По данным Центробанка, курс доллара на четверг 58 рублей 2 копейки. Евро 71 рубль 25 копеек. Цена за баррель нефти марки Brent 63 доллара 71 цент. Наиграли на путевку в финал Кубка России. Баскетбольный клуб Нижний Новгород победил команду Иркут со счетом 68-52. Несмотря на лидерство противника в первой половине встречи, нижегородцы смогли перехватить игровую инициативу и взять контроль над ходом поединка. О том, как наши баскетболисты проявили себя в решающем матче финала четырех, расскажет Валерия Стародумова. Валера, здравствуй, тебе слово. Здравствуйте. В решающем поединке баскетболисты Нижнего Новгорода сыграли с клубом «Локомотив Кубань». Встреча состоялась в Краснодаре. Игра у нижегородцев не задалась сразу. С первого до последнего игрового отрезка хозяева паркета уверенно ввели, и победа «Локомотива» была предсказуема. 85-64. С таким результатом Нижний Новгород завоевал серебро Кубка России и замкнул тройку лидеров клуб «Новосибирск». Выездной матч хоккейного клуба «Чайка» с соперниками из Питера завершился победой нижегородцев. Нашей молодежке противостояла команда «СКА» «Серебряные львы». Счет в первом периоде открыли хоккеисты северной столицы. Но после перерыва нижегородцы нашли в себе силы вырваться вперед и забить в ворот противника две шайбы. Третий гол в заключительной 20-ти минутке тоже остался за нашими. Уже 3-1. Не, ну все, все грамотно. Очень грамотно. С таким результатом «Чайка» сохраняет за собой место на восьмой строчке турнирной таблицы конференции «Запад». Вырвали победу на последних минутах матча. Старт обыграл «Уральского трубника» со счетом 5-4. В первом периоде преимуществом завладели гости из Первоуральска. Нижегородцы же были то в роли догоняющих, то вырывались вперед на один мяч. Исход поединка решился за две минуты до конца основного периода. Пятый гол в ворота трубника забил полузащитник Максим Анциферов. А нижегородские футболисты потерпели поражение. Олимпиад в сухую проиграл Алтына Сыру. Имея игровое преимущество, нижегородцы ни разу не смогли поразить ворота соперникам. По занове с первого тайма олимпийцы пропустили результативную атаку противника. Во второй половине встречи, несмотря на все усиления нижегородцев, уйти от поражения им не удалось. Игра завершилась победой азиатской команды с минимальным счетом 1-0. И на сегодня у меня все. Следите за новостями спорта и оставайтесь на первом городском. В Нижнем наступили солнечные деньки. Чего ждать дальше? Узнаем совсем скоро. Прогноз погоды далее. Спонсор рубрики «Погода» – якутские бриллианты ЭПЛ. Во вторник, 13 февраля, днем в Нижнем Новгороде пройдет небольшой снег – минус 11 градусов. Ночью будет облачно – минус 17. В среду, 14 февраля, днем пройдет небольшой снег – минус 13, ночью – минус 19 – малооблачно. В четверг, 15 февраля, днем пройдет небольшой снег – минус 10, ночью – минус 14 – пасмурно. Сейчас мы еще ненадолго прервемся, и вот о чем пойдет речь далее. Масленица устами иностранца. Какими познаниями об этом русском празднике делится американский студент? И Нижний Новгород – столица шаурмы. Кто наградил наш город таким необычным статусом? В эфире служба новостей «Город» продолжаем выпуск. Масленица – это восточнославянский традиционный праздник, популярный в нашей стране. Однако слух о русских блинчиках дошел даже до Америки. Что такое русская душа? В какой стране самые красивые девушки в мире? И чем русские блины отличаются от любых других? А эти и другие вопросы нам ответил гость из Америки, студент Алекс, который приехал в Россию на обучение. С ним пообщалась Надежда Рожнова. На дворе самая вкусная неделя в году, и по этому случаю мы решили пригласить к нам в гости молодого человека из Америки, который нам сегодня расскажет, что он знает о Масленице, что он знает о блинчиках. Итак, Алекс, привет! Знаешь ли ты про такой праздник, как Масленица? Слышал. Ты познакомился здесь с ним или в Америке тоже знают об этом празднике? Моя преподавательница в Америке, она сказала об этом, но я никогда не праздновал. Но я надеюсь, что здесь я могу праздновать. А блины ты любишь? Люблю. Конечно, конечно. Но в Америке в моей семье они называются крэпс. Это французская еда. Я знаю, что тебе 21 год, что ты всего два месяца будешь в России. Что ты уже успел понять о русских людях? Они самые дружелубые в мире. Но, конечно, на улице это другой. Они немножко серьезные. Но после вы познакомились с ними, они самые добрые, самые счастливые. Это правда. Это правда. А что тебе нравится из еды в России? Ты пробовал русскую кухню? Борщ. Это очень-очень вкусно. Конечно, блинчики и пельмени. Вот ты говорил про душу русскую. Чуть-чуть, да. Чуть-чуть. А чем она отличается от других-то душ? Что особенного в нас, в русских людях? Русская душа очень сильная и она очень патриотическая, по-моему. Они русские люди и русская душа, по-моему, очень сильная. Может быть, самая сильная в мире. Что тебе больше всего понравилось в Нижнем Новгороде? Природа очень красивая здесь. Есть река, Кремль. Конечно, это не природа, но все как фотограф. Это очень красиво. Ну что же, Алекс, у тебя есть минута. Пожалуйста, пожелай что-нибудь дорогим нижегородцам. Дорогие нижегородцы, у вас самый красивый город в России. Я верю в это. У вас все добрые люди, красивый мест здесь. И у вас очень-очень интересная история. Я хочу поздравить вам с маслицей и у всем вкусным блинчиком. Холодной зимой нам всем хочется погреться в теплой бане. Но вот что делать, если своего загородного дома нет? Все очень просто. Сделать баню из своего автомобиля. Так и сделал блогер из Новосибирска. Подробнее далее в нашей рубрике. С первого взгляда это обычный ВАЗ-2104. Однако внутри здесь есть все для заядлых банщиков. И печка, и ванна, и веники. Салон мужчина отделал керамической плиткой, а кузов покрыл мозаичной пленкой. В результате в салоне сохранилось только кресло водителя. Зато в такую баню выстроилась уже целая очередь. Если вы еще не придумали, как оригинально поздравить свою вторую половинку на 14 февраля, рассмотрите вариант ресторана в облаках. Такое развлечение можно найти уже в 30 странах мира. При помощи подъемного крана посетители поднимают на высоту 50 метров над землей. Длинный стол вмещает сразу 22 человека, а в центре есть площадка для официантов и аниматоров. Правда, есть несколько ограничений. Посетителями могут стать люди старше 18 лет и выше 150 сантиметров. Да и развлечение это не из дешевых. Как вы отмечаете свой день рождения? А вот Уфимка Тамара Николаевна в честь 80-летия решила подарить себе 180-й прыжок с парашюта. Первый раз в спорт женщина пришла в 1959 году. Жительница Уфы утверждает, что прыжок с парашюта как первая любовь раз и навсегда. К слову, свой 181-й прыжок она запланировала на лето 18-го года. Питерский школьник стал звездой интернета. С огромной скоростью в сети распространяется видео о том, как он добирается до дома. Сделал дырочку шагом. Сделал дырочку шагом. Дальше тропинку сделала. Причем в интернете это видео уже получило второе название – российская смекалка. Современного человека невозможно представить без смартфона. К тому же сейчас существует огромное количество интересных, веселых, а иногда и полезных приложений. Свою подборку развлечений с гаджетом для вас подготовила Надежда Рожнова. Итак, сегодня мы протестируем топ-5 самых интересных приложений, которые вам не дадут заскучать ни дома, ни на работе. И начнем мы с металлоискателя. Итак, у меня есть подборка. Здесь металлический предмет, часы, золотые кольца и телефон. Начнем с металла. Пошла зеленая дорожка. Я, конечно, не скажу, что оно прям… О, зареагировала, зареагировала. Степлер вы найдете, если вдруг вам понадобится он. Теперь перейдем к часам. Ну да, прибыли немного это приложение, по-моему, доставляет. Может быть, золотые кольца. Подобная история с кольцами. Итак, телефон. Телефон, телефон, телефон. Телефон можно найти. Через ткань или через подушку вы найдете. А так нет. Второе приложение обещает всех пользователей научить играть с нуля на флейте. Я, как человек без музыкального образования, сейчас с удовольствием протестирую это. В общем, нужно дуть, и будет реакция на звук. Как это держится-то? Я не знаю, как флейта держится. Звук от того, как я дую, намного сильнее, чем эта флейта. Возможно, флейта это просто не мое, поэтому я открываю приложение Drum 3D. Это барабанная установка, и сейчас я попробую поиграть на барабанах. Пока барабанная установка мне понравилась больше всего, наверное, потому что она единственная работает лучше всех. Ну а следующее приложение, я думаю, понравится многим девочкам. Оно называется FaceTune, и поговаривают, что даже из самых крупных девочек там можно сделать невероятных худышек. Проверим. Так, я зашла, значит, в меню, и, скорее всего, нужно выбирать контур, чтобы сделать себя очень стройным. Сейчас я вам покажу фото до и после. Вот такая была, вот такая стала, вот такая была, вот такая стала. А талия, это талия, красота. Пятое приложение, к сожалению, прямо сейчас я протестировать не смогу, но мне кажется, что оно безумно интересное. Называется оно Eye Everyday, и смысл его в том, что вы каждый день делаете селфи и через год смотрите, как меняется ваше лицо. Я начну, пожалуй, с сегодняшнего дня. В общем, приложений для ваших телефонов существует очень много, начиная от таких забавных мордочек и заканчивая профессиональным подсчетом калорий. Так что используйте их с умом, ну или хотя бы для того, чтобы было весело. Гав? Известный биатлонист из Нижнего Новгорода Николай Круглов сейчас находится в Корее. Там он комментирует Олимпийские игры. Спортсмен уже придумал собственную примету. Какую, расскажем в обзоре социальных сетей. Спонсор рубрики «Социальные сети» – чайный салон «Место силы». До первой золотой медали наших спортсменов бриться не буду. Именно такое заявление в своем инстаграме сделал Нижегородец. И хотя борода ему очень даже идет, все-таки хочется верить, что побреется он в ближайшее время. Борода бородой, а золотые медали дороже. Известные московские блогеры сняли сюжет о Нижнем Новгороде. Естественно, внимание молодых людей привлекли Кремль, канатная дорога и Нижневолжская набережная. А также известная на всю Россию шаурма. Они даже прозвали Нижний Новгород мировой столицей шаурмы. Не моды, конечно, но тоже неплохо. Нижний Новгород знаменитый на всю Россию по нескольким причинам. Во-первых, он располагается на месте слияния двух великих рек – Волги и Аки. Да, вон они. Во-вторых, та самая шаурма на Средном. Но это сомнительное достижение. Но больше всего видеоблогеров удивило, что на расстоянии от Кремля до церкви на Рождественской в один ряд открыто семь стрип-клубов. А может, и не шаурма – наша главная особенность. В Нижнем Новгороде прошла первая встреча любителей мопсов. Пчелки, гусеницы, военные. Кого только не встретишь на таком празднике мимимишности. Специальный приз от жюри получила талантливая нижегородка Полина Новикова в рамках международного конкурса патриотической песни «Красная гвоздика». Организатором фестиваля стал Иосиф Кобзон. Полина исполнила «Былину о волке», чем безумно покорила всех членов жюри. Очень было волнительно, но поддержка зала и поддержка моих родных не помогла. Девушка благодарна всем нижегородцам, которые ее поддерживали на этом серьезном конкурсе. Сейчас эфир продолжит наш традиционный опрос. Мы спросили у нижегородцев, что хорошего произошло в их жизни, и авторы лучших ответов получили билеты в зоопарк Лимпопо. «Самое хорошее – это звонок брату, с которым я не разговаривала целый месяц». Во-первых, погода. Смотрите, да, красота. Это верно, хорошая. Во-вторых, у меня не брал печку керамичную. И теперь будет более качественная керамичная дорога. В субботу ходили в театр «Комедия» наш, нижегородский, вращение с троптивой по Ильяму Шекспиру. Я получила вид на вид жительства в Австрии. Я переезжаю в Австрию учиться. Это хорошо. Я очень долго пыталась получить. В этом наш выпуск завершен. Всего вам самого доброго и до встречи на Первом городском. Субтитры подогнал «Симон»